Новогончарный переулок в кадре Ирина Пужинина. В этом районе она живет 30 лет и ей все нравится, кроме неудобного соседа. Речь о стадионе Торпедо. По его территории люди ходят ежедневно. Это самый короткий путь к школам, больницам и магазинам. Но его хотят закрыть, а на ворота стадиона повесить замок, говорит Ирина. Альтернатива дороги есть, но людей она совсем не радует. Это единственная дорога, по которой можно проехать. Новогончарный переулок, который здесь, вот этот 24-й дом, ну и дальше, например, Старогончарная улица и переулок. Дорога однополосная, очень извилистая и узкая. Она небезопасна для пешеходов и автомобилистов. Есть еще вариант рядом со стадионом, но и этот путь оптимизма людям не внушает. Она очень такая отвесная. И здесь и люди ходят, и машины ездят. То есть здесь просто что-то страшное. Вот сейчас здесь все растаяло, хоть как-то можно ходить. Причина дорожного тупика – судебное решение. Руководство стадиона опротестовало результат общественных слушаний. Владимирцы добились свободного прохода по территории торпеда. Это позволило им сократить путь до центра города минимум на полчаса. Но сейчас ворота снова могут закрыть, и тогда сюда не проедет даже скорая, говорят люди. Это только одна ситуация. А в магазины как людям проходить? А ездить в школу? Вот у нас на переулке учатся дети и в 6-й школе, и в 41-й. Хотим мы не хотим. Нам надо пройти с южной стороны стадиона для того, чтобы ребенку попасть в школу. Олег Худяков – замдиректора спорткомплекса. Он показывает территорию вокруг торпеда. Ее площадь больше 5000 гектаров. Здесь занимаются около 500 детей. Их безопасность – основная задача. Сервитут нарушал требования по антитеррористической защищенности объекта. Спортивный комплекс торпеда относится к первой категории по антитеррористической защищенности. Здесь проходят массовые спортивные соревнования. И поэтому это тоже явилось причиной для обжалования этого постановления администрации. Именно городские власти наложили обременение на эту территорию по закону. Они имели на это право. Суд не поддержал и встал на сторону руководства торпеда. Но чиновники намерены опротестовать судебное решение. Мы, администрация города Владимира, действует исключительно в интересах, вот просто жизненных интересах жителей города Владимира, которые проживают вот вблизи этой территории, которым нужен проход проезд в рамках этого сервитута. В профильном департаменте настаивают. Причин для паники нет. Проход и проезд по территории торпеда для владимирцев не закроют. Граждане будут ходить и передвигаться так, как они это делали раньше. Единственное, что могу сказать, что во время проведения массовых мероприятий на стадионе южные и восточные ворота будут закрываться. Только на момент проведения. Больше никак. Все остальные, как они раньше ходили, так и будут ходить. Потанин подчеркнул, руководство спорткомплекса намерено передать части земельного участка в собственность мэрии. Но город-администрация, со слов директора департамента, пока не готова принять подарок. Чиновники выдвинули условия. Дорога должна быть отремонтирована. Руководство торпеда уже готовит заявку в Белый дом с просьбой выделить на это средство. Наталья Забнина и Андрей Беляков.